Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами в Стамбуле на армянском кладбище в районе Чешмя, на кладбище, которому около двухсот лет. Это армянское кладбище. Посмотрите, насколько фундаментальные захоронения. Склепы, могилы, семейные захоронения. Везде только белый мрамор. Только белый мрамор. 90% захоронений имеют только армянские надписи. То есть нет ничего ни на турецком, ни на английском, только на армянском. Тут хоронили и в 1915 году, и в 1916, и в 1920, в те самые годы, когда, как утверждает армянский, был геннадзий в зерогах. Я ничего не оспарю, я лишь показываю вам, насколько ухоженное и величественное кладбище. Объясню. Турецкие могилы и турецкие кладбища гораздо скромнее, гораздо проще. Они фактически все пронумерованы, и есть у них определенный стандарт. Здесь посмотрите, сколько величия, сколько инвестиций. Это доказывает, что действительно 90% людей похороненных здесь из богатых семей, которым очень хорошо жилось в Турции. Они отсюда не уехали. Их никто отсюда не прогнал. Кладбище в 1915 году, как вы видите, тоже никто не трогал. То есть все есть. Вот это вот величие хоронят тут до сих пор, кстати. А по сравнению с ним в Армении, что происходит каждого 24 апреля с турецким флагом, вы знаете, что делают в Ереване каждого 24 апреля? Что делают? Напишите в комментариях. И параллельно смотрите, насколько гуманны турки, насколько они величественны и позволяют вот на таком уровне в своей стране хоронить своих граждан. И эти люди говорят про геноцид. Геноцид. Пожалуйста. В самом центре Стамбула все кладбище армянское. Все-таки турки великий. Великий народ, великая страна. Я бы назвал их самыми терпеливыми и самыми гуманными. И все их убивают, все их угоняют, все их убивают. Действительно. С одной стороны, армяне в чем-то там обвиняют. Посмотрите, какое кладбище. С другой стороны, армяне же так прекрасно живут в Турции. С одной стороны, у армян претензии. С другой стороны, у армян такие в Турции права. С одной стороны, армяне всех своих, очень даже часто детей, воспитывая, говорят, что турки им не друзья, не братья, не соседи, а враги. С другой стороны, армяне так счастливо живут в самой же Турции. Летают сюда отдыхать, зарабатывают здесь миллиарды. И живут здесь столетиями. С тех самых пор, как Мехмед II разрешил им строить в Стамбуле, когда-то в Константинополе, их армянские церкви. Вот так. Кстати, если бы не отношение самих же армян к туркам в 1915 году и не переход их на сторону Российской империи, не было бы тех самых событий 1915 года, которые, в принципе, Турция не отрицает. А наоборот, предлагает открыть архивы и доказать, что не геноцид был, а именно резня. Вследствие чего их просто многих попросили. Спасибо большое. До свидания.